В прошлом ролике я дал мнение канала Live News, который полагает, что современные путинские пропагандисты всю историю России собрались переписать под Путина. В этом ролике я хочу дать мнение канала Реальная Шурналистика. Оно прямо противоположное. Но только противоположность сходится, как известно. Сначала канал рассказал о последних телесюжетах с участием Путина и подчеркнул, что они только озлобляют народ, поскольку народ ждет от Путина реальной помощи, а там пустое оговорение. И отметил, а после этого они картинно удивляются, что у их царя падают рейтинги. Дальше лживый ВЦООМ отметил, что уровень доверия Путину упал до минимума за последние 14 лет и составил всего 28%. И это при том, что ВЦООМ изменил методики подсчета и изменил понятные в пользу Путина. Что было до этого? До этого 20 лет с помощью телевидения у нас в головах у всех формировался определенный образ Путина. Только придя к власти, Путин и компания сразу взялись за СМИ. Точнее, не все СМИ просто подмяли под себя. Как говорится, вначале было слово. А точнее, вначале был конец свободы слова. И когда Останкинская игла полностью оказалась в их руках, в эфир пустили самый патриотичный в истории и самый продолжительный в истории сериал под названием «Владимир Путин. Молодец». Краткое содержание каждой серии. Где-то что-то все плохо. Народ рыдает, и никто ему не может помочь. Ни мэр, ни губернатор, ни депутаты. И тут появляется настоящий супермен. Владимир Путин. И проблемы решаются в считанные часы. Таких примеров очень и очень много. Пожалуй, самый яркий – Чеченская война. Десять лет никто не мог поставить в ней тучку. Путин взял и поставил. Еще один яркий пример – семибанкирщина. Но канал правильно ответил. Такие примеры можно приводить долго. В 2010 году Москва задыхалась в лесных пожарах. Путин лично принял участие в их тушении. А потом еще и устроил публичную порку. Негодяю и бездельню Кулышкову. А после этого вообще его уволят. Пикалевы людям не платили зарплату. На одном из предприятий – Дерипаски. Сам, отложив все дела, лично Туа приехал, решил все вопросы и еще и дал всем такой втык. И еще выиграл для нас проведение Евровидения, Олимпиаду в Сочи и Чемпионат мира по футболу. А также Крым вернул. И не просто вернул, а спас от бандеровца целый полуостров. И везде Путин при этом выглядел даже не героем, а так сказать, героищем. И так все 20 лет. Героизм Путина проявлялся даже в мелочах. Ребенок дозвонился на прямую линию и сообщил «У нас в городе елки нет, а на носу Новый год». Сам лично вновь этим занялся, и елка в городе мгновенно появилась. И об этом опять рассказали все центральные каналы. И в конце концов люди поверили в красивую сказку о супермане. Но думаю, все мы помним, какие недавно у Путина были даже не рейтинги, а опять, так сказать, рейтингищие. И тут вдруг проектор сломался. Поток нефти, газовых денег истяк. И Путину пришлось решать настоящие, а не придуманные сценаристами проблемы. И выяснилось, что их решать – это не закатать десяток шек ворота звездам хоккея во время срежиссированного матча. Пришла настоящая беда. И мы все увидели настоящего Путина, а не его придуманный и нарисованный образ. И, похоже, друзья Путина поняли. Сказка о великом волшебнике посыпалась. И, похоже, они начали его топить. В надежде в конечном итоге все свалить на него. И именно поэтому Путин выглядит на телеэкране все глупее и глупее. Он будто нарочно, на каждом шагу, допускает ляп за ляпом. И он уж точно больше не выглядит героем. Впрочем, в конце ведущий ответил. Это только информация к размышлению. И каждый вывод и должен делать сам. Давайте теперь посмотрим сюжет. Возвращаемся к Владимиру Владимировичу. А потом они там картинно удивляются, что у их царя падают рейтинги. В этот раз даже лживый в ЦИОМ дал какие-то удивительные цифры. Цитирую Форбс. Уровень доверия к Путину упал до минимума за 14 лет. Сегодня этот показатель составляет всего 28%. Причем, друзья, стоит напомнить, что контора Федорова год назад изменила тактику опросов. Тогда рейтинг Его Величества тоже здорово просил. И вот изменение этой тактики помогло выровнять показатели. Ну, если на пальцах. Раньше они просто спрашивали, верите президенту или нет. И рейтинг формировался вот таким образом. Сегодня по этому поводу задается два вопроса. Первый общий. Кому из российских политиков вы больше доверяете? Респонденты называют фамилии. Иванов, Петров, Сидоров. Второй уточняющий. А доверяете ли вы Владимиру Путину? Затем берутся и те, и другие цифры. Высчитывается среднее арифметическое. Ну, это самое обычное размывание голосов. Так вот, сегодня даже такая хитрая тактика не спасает 28%. И гуляй, Вася. Песков, правда, уже поспешил отбрехаться в своем любимом формате. Мол, ну, у нас немного другие данные. Тут надо проверять, перепроверять. Хотя бреши, не бреши. А на самом-то деле, что теперь можно сделать? Вы ведь, господа, с этой пандемией всех перекидать умудрились. Сами себя переиграли. Вам даже конкретно зазомбированные пенсионеры и бюджетники теперь не верят, потому что их тоже кинули. Это первый момент, а второй – вранье всегда вылезает наружу. Это всего лишь вопрос времени. Сейчас будут подробности. А это реальная журналистика. Поехали! Ну и о вранье, друзья. Прямо на атомы все попытаюсь разобрать. Но для начала хочу сделать небольшое лирическое отступление. Знаете, меня часто спрашивают, а какая вообще существует польза от вашей болтовни в ящике, в интернете и так далее. Итак, всем все понятно. Неужели же вы, журналисты, блогеры, пропагандисты, откроете для нас Америку? Так и вот, я отвечаю. Пропаганда, господа, это самое мощное оружие массового поражения в мире. Мощнее водородные бомбы, а уж хорошо срежиссированная пропаганда. Вообще, Хиросима, ну и конкретики, 20 лет посредством бесперебойного зомбирования в наших головах формировался образ Владимира Путина. Именно формировался. Нам его туда вложили. Для нас его придумали. А теперь вспомните, с чего начала команда Владимира Владимировича в начале нулевых. Правильно, со СМИ. Первым делом ребятишки зачистили информационное пространство, начиная подминать под себя все рупоры. Ушедшие с НТВ журналисты телекомпании сегодня были приглашены в эфир радиостанции «Эхо Москвы». Там они также смогли выразить свою точку зрения на сегодняшние события в Останкино. Есть ощущение какой-то знаковости. У меня есть ощущение, что очередная оттепель заканчивается. Что мы году в 64-м, да, в конце. Это потом они боролись с олигархами. Объявляли войну коррумпированным феодалом-губернатором. Разоблачали оборотни в погонах и бла-бла-бла. Вначале было слово. Вернее, конец свободы слова. И вот когда Останкинская игла оказалась в его нужных руках, в эфир пустили самый патриотичный, самый продолжительный сериал в истории российского телевидения. И не только телевидения, впрочем, «Владимир Путин молодец». Ну, повспоминайте просто. Краткое содержание каждой новой серии. Где-то что-то все плохо, народ рыдает. Помочь этому народу никто не в состоянии, ни мэр, ни губернатор, ни депутат. И все, безысходность. И тут на сцене появляются настоящие супермены. Такий русский Брюс Уиллис, Владимир Путин. И проблема решается в считанные часы. Так было в истории с Чеченской войной. Например, точку в которой не могли поставить 10 лет, а Путин взял и поставил. Я предлагаю сегодня эту супермку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом. Так было и в истории с семибанкирщиной. Эти тоже долгие годы терзали страну. Были здесь королями. Никто им не мог возразить. А потом пришел Путин и нес голову змею. Да что там змей. Главный в каждой новой серии выглядел реальным героищем. Не задумываясь, лез в самое пекло. Когда в 2010-м, например, Москва задыхалась от лесных пожаров. Лично принимал участие в их тушении. А после устроил публичную порку негодяю и бездельнику Лужкову. Того вскоре вообще уволили. И вот Пикалев, вспоминайте, людям зарплату не платили на одном из предприятий Дерипаски. Сам туда поехал, отложив все дела. Разобрался с происходящим на месте и такой втык дал местной шпане. А еще выиграл для нас проведение Евровидения. Олимпиаду в Сочи. Чемпионат мира по футболу только благодаря Путину мы у себя провели в 2018-м. Крым вернул. Не отжал, а именно вернул. Потому что там стоял военно-морской флот России. Потому что на полуострове огромное число россиян и просто русскоговорящих людей. И все они оказались в опасности. Бандеровцы их уничтожили бы просто потому, что спас, в общем, целый полуостров. А заодно... После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. То есть, ребят, повторюсь, нам всю дорогу 20 лет показывали настоящего героя. Человек даже в мелочах поступал, как герой. Помню, какой-то ребенок дозвонился на прямую линию, мол, Владимир Владимирович, у нас в городе елки нет, а на носу Новый год. На следующий день елка была установлена. По всем центральным каналам ОНО я показали. Ну, ясное дело, что люди поверили, в конце концов, в эту красивую сказку о Супермене. Как дети верят в Деда Мороза. Как женщины в искренность чувств Кейт и Лео. А мужчины в справедливость, который на самом деле добивался Дон Корлеоне. Вот только сегодня кинопроектор сломался. Поток нефтегазовых денег иссяк, превратившийся в маленький ручеечек. Проблемы случились настоящие, а не те, что придумали и прописали в сценарии манипуляторы. Их как-то надо регулировать, а они не умеют. Это вам не десяток шайб в ворота к звездам хоккея. Закатать во время срежиссированного матча, дабы показать даже тут крут. В дверь позвонила настоящая беда. И вот благодаря ей мы увидели, чем отличается образ актера от него самого, настоящего. Возвращаясь к тому, с чего начали, мне кажется, даже они там уже поняли. Сказка о великом и ужасном Гудвине конкретно посыпалась. Помните, кем в конце концов тот Гудвин оказался? Артист из цирка, случайно прилетевший на воздушном шаре в зеленую страну. Жители которой сами провозгласили этого человека волшебником и посадили на трон, а он взамен пообещал построить изумрудный город. Правда, изумрудов не хватило, поэтому построил из стекла, обязав при этом носить всех зеленые очки. Обман раскрылся, когда жители города начали те очки снимать. Так вот, мне кажется, мы тоже близки к развязке и, повторюсь, там это понимают. Поэтому ребятишки из команды главаря топят сейчас своего патрона, подозревая в надежде свалить все в конечном счете именно на него. Ну, правда, в последнее время Путин очень неуверенно и даже глупо выглядит. Другого объяснения я не нахожу. Сценаристы как будто нарочно допускают ляпы и оплошности в своих сценариях. И герой больше не выглядит героем. А, впрочем, я вам информацию для размышления подкинул. Вы уж там сами как-нибудь переваривайте. Все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите в конечных заставках.